Наш следующий выступающий доктор Крастюбанев, он доктор теологии в Дарамском университете, и он занимается разными темами в области теологии, в том числе он изучал влияние балканских войн и связь с религией, и также он изучал эскетическую литературу, и сегодня он расскажет нам об этом на примере святого Силуана Афонского. Слышите ли вы меня? Благодарю всех. Я очень рад быть сегодня с вами. Благодать Божия не отнимает свободы. Это цитата из книги святого Силуана Афонского. Я сегодня расскажу о том, насколько существенны влияния эскетической литературы в области образования. Я начну с одной истории. Я вам расскажу о детях и о политике. И я хочу определить проблему. Я хотел бы рассказать вам о своем первом опыте в контексте школы, как выступить в школе. Несколько лет назад я посетил один очень особый поселок в Румынии. И особенным это место было потому, что там жили сотни детей, сирот. Многие из них были живы именно потому, что их спасли от аборта. И этот приют его основали в 1989 году после падения коммунизма. И его основал православный священник Николай Таназе. Вместе со своей женой Марией они уже из больницы взяли нежеланных детей, принесли их домой. И я оказался в этом селе как раз в тот момент, когда ученики одной из лучших школ Бухареста посетили тот же поселок. И я увидел очень большие отличия. Ученики элитной школы прекрасно владели английским. У них было очень много вопросов о том, как получить образование в Британии, есть ли какие-то возможности получить стипендии, и как вообще устроиться на учебу. С другой стороны, дети из приюта хотели чего-то совершенно иного. Я провел с ними очень много времени в так называемой Казе Американне, в которой было большое помещение, выстроенное на пожертвования от американских донаторов. И там жили дети, из которых только один говорил по-английски. И благодаря этому ребенку мы могли вообще общаться между собой. Там мне не задавали вопросов о том, как учиться в Британии. Эти дети нуждались в чем-то совсем ином, чем-то базовом. Они хотели просто поиграть с кем-то, сказал мне тот, кто меня пригласил. И я провел этот день, листая книжки, бегая с детьми, держал детей за руки, когда они показывали мне своих животных. Там были собаки, гуси, кошки. Это один из самых милых воспоминаний с тех пор. Но, несмотря на это большое отличие между этими двумя группами детей, которые вполне понятны, была одна большая очень похожесть. И я заметил, что это когда дети мне стали рассказывать о жизни в Румынии. Никто из них не доверял политическому руководству своей страны. Никто из них не представлял даже мысли, чтобы стать политиком. И я спросил, почему. Но они только трясли головой, чтобы выказать чувство омерзения, которое в них вызывает перспективу политической карьеры. Но они не приводили никаких конкретных причин этому отвращению. И было понятно, что эти две группы, они очень как-то соотносились друг с другом. Они хотели в таком древнем философском смысле двигаться в сторону добра. И это было еще более странно. Это было такое религиозное переживание для меня. И я заметил, что дети спонтанно давали какую-то ценностную оценку. Они все понимали, где проходит грань между добром и злом. И обе эти группы чувствовали, что они должны противостоять злу, которое они ощущали в политике. И этот эмоциональный заряд характеризует отношение к нынешнему лидерству. И в этом ощущалась некая безнадежность, которая является противоположностью надежды. И я бы хотела здесь поговорить о политическом лидерстве. Образование, надежда и лидерство, связь между ними, в этом нет ничего нового. Уже античные авторы писали об этом Платон, Цицерон. И опираясь на эти философские и риторические источники, Иоанн Златоуст и Августин выработали свои собственные понимания, как образование влияет на лидера в будущем. Мы поговорим об этом в последующие дни, как эти теории влияли на образование, и чему мы можем научиться сегодня. И теперь, оглядываясь на этот случай, в приюте, я задаю себе множество вопросов. Я в то время не смог их обсудить со своими коллегами, румынскими коллегами, но сегодня я хотел бы с вами рассмотреть их более основательно. Я бы сгруппировал эти вопросы в две группы, «Проблемы и решения». И они являются структурой сегодняшнего доклада. Во-первых, проблема. Критическое обстояние румынских детей относится вполне к ряду классической греко-римской традиции, где предполагалось, что идеальный лидер должен быть сперва хороший человек, а затем лишь красноречив, то есть уметь говорить. На латыни это называется «vir bonus dicendi peritus». «И в нашем сегодняшнем обществе нет ясности в этом вопросе. Но почему? В чем заключаются причины такой проблемы? И возможно ли, что современный образовательный проект объединил бы вновь собственное достоинство с ролью политического руководителя так, как нам показывает античный идеал? И во второй части своего доклада я поговорил бы о решениях. Наша встреча состоится в стенах школы святого Иоанна Богослова, и также, как и румынский приют, эта школа провозгласила свои корни православия. И мы могли бы спросить, каким образом выглядело бы переосмысление в православном русле такой реконструкции. И если православная этика это главный составляющий, то как мы определим ее? Как бы мы определили ее? Но сперва я хотел бы коснуться проблемы нарциссизма. Профессор Пападополус в своем докладе нам посоветовал выйти из своей узкой нарциссистической перспективы. И я двинусь теперь дальше с этой точки зрения. Нарциссизм как проблема Я был в Румынии в 2014 году, два года после того, как Ханс Йоахим Маск написал свою работу «Нарциссистическое общество» в Мюнхене 2012 года. Я упоминаю его, потому что его точки зрения помогли мне в размышлениях над личным достоинством и лидерством, это связи между ними. Он работал клиническим психологом при коммунизме, сперва в ГТР, затем уже в Объединенной Германии. Для него за желанием иметь все больше товаров, услуг и благ, мотором, который является современным, то есть мотором, который является мотором современного потребительства, он видит то, что все общество страдает, общество целиком страдает от психического расстройства нарциссизма. Здесь мы вспоминаем миф о нарциссе, молодом греке, который влюбился в свое собственное отражение. И это мы можем рассматривать как положительный нарциссизм. У него здоровая любовь к себе, его идентистит стоек, и он тем самым может любить других, как самого себя. Маз определяет этот тип любви как способность быть в полной мере рядом с другим человеком, оставляя за ним свободу и принимать его таковым, какой он есть, а не таким, каким он должен быть. На другом конце спектра находится отрицательный нарциссизм. То есть нарциссист такого типа хочет быть любим, любой ценой. И он страдает от постоянной потребности соискать признание. Самозащита и гиперактивность компенсируют недостаточную материнскую любовь. И иногда и другого родителя, любовь другого родителя, который этот человек не получил в детстве. Люди, которые страдают от этого расстройства, живут в некой лженадежде. Они стремятся восполнить пустоту своей души через приобретение внешних благ или приобретение власти над другими людьми. Я хотел бы здесь рассказать об одном фильме, который наши люди, наши дети очень любят, «Презренный я». Это и мой, один из моих любимых фильмов. Но, как вы знаете очень хорошо, в этом фильме Филониус Гру, который является главным героем этого фильма, хочет даже украсть луну, чтобы завоевать признание своей мамы. То есть этот фильм и говорит нам о нарциссизме. И явный пример нарциссизма это политические лидеры. По словам Маза, ими могут быть и руководители, фирмы, звезды поп-культуры. И самые явные представители это как раз политики. Недавняя история показала, по словам Маза, такие примеры нездорового нарциссизма, как, например, Эрик Хонекер, политический лидер ГДР, или также его западный коллега канцлер Гельмут Коль. По словам Маза, он был супернациссист, и он ставил свою карьеру выше всего остального. И это привело и к суициду его жены. Но определенные проблемы это уже половина победы. По мнению Маза, решение состоит в определенной революции, внутреннего я, то есть перепрограммирования. Его лозунг был «Нарциссизму нельзя иметь доступа к власти». Это не означало, что лидерство само по себе должно исчезнуть или быть запрещенным, но это лидерство и руководство должно быть трансформировано изнутри. Наши лидеры не должны иметь такого нездорового «Нарциссизма». И желаемый результат был бы таким, что только добрые или здоровые «Нарциссисты» могли бы иметь доступ к власти. И такое изменение могло бы похоже на падение Берлинской стены в 89-м году. И после падения диктатуры может наступить настоящая демократия. Внутренняя свобода может быть лишь у человека, который свободен от нездорового «Нарциссизма». Я мог бы тут затронуть и другие темы, как мы получаем о методологии, как мы получаем новые знания, навыки. И спроецировать отказ от политики, политического лидерства, так же, как христианская традиционная 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 отказывается от аборта. Я понял, что также то, что дети не согласны думать о политической карьере, точно так же, как ранее христианство отказывается от абортов. Например, в книге «Учение апостолов» сказано, ты не должен убивать. И ты не должен делать аборт и не убивать новорожденного. Этот детдом, где я встретился с этими румынскими детьми, это не коммерческое товарищество, носящее имя «Ассоциация Провита for all», то есть «Жизнь для всех», и она действует благодаря пожертвованиям и поддержке, но учитывая, что ученики были православными, то есть все эти дети были православными, и я хотел бы выразить свою мысль по-другому. Я представил так, что они равняют аборт с грехом, а также политическую деятельность с нарциссизмом. поиск возможных решений и проблемы нарциссизма. И я хотел бы рассказать вам о том, что пишет Святой Силуан, где он пишет, что благодать Божия не забирает свободы. Я хотел бы подвести небольшой итог православной этики, и я бы определил это как жизнь с надеждой. И хотел бы рассказать, как Святой Силуан видит Бога, Бог предстает учителем, который никогда не посягает на нашу свободу. Это как бы теология перевернутой иерархии. Преподаватель или учитель, который не нарушает нашей свободы. Это теоретическая база, с которой мы можем уже бороться против анастиссизма. для Святого Силуана надежда очень существенная часть жизни. Это не просто какая-то глава из книги. Надежда это критерия истины. Жить с надеждой это не значит, что мы закрываем глаза на ту боль, которую мы испытываем сами в себе или видим в мире. мы не отчаиваемся. И в произведениях Святого Силуана мы читаем о надежде в связи с невежественными людьми, так как все люди могли бы знать что-то о присутствии Бога в мире. И мы должны помнить, что еще нам говорил Святой Силуан, что мы не должны не отказаться от честности, мы должны быть честными. И Бог наш честный Учитель, Он дает нам надежду. мы должны надеяться на Духа Святого, который единственным может нас учить так, как это нам необходимо. И мы должны рассказать об одном парадоксе, который я вижу в произведении Святого Силана. Православная Церковь говорит нам, что Дух Святой везде сущ. И тем самым Святой Дух подразумевает как тот, кто присутствует и в Отце, и в Сыне. И его описывают как огонь, как воду, как ветер. И все это знаки свободы, символа свободы. Но по мнению Святого Силана, там, где за гранью нашей свободы, за гранью нашей свободы Святой Дух тоже не может действовать, потому что авторитет Учителя никогда не заходит за границы свободы ученика, где он свободен выбрать, чему следовать. Бог дал человечеству свободу, и он учит каждое новое поколение. Он не заставляет. Он оставляет нам место для личной свободы. И, как сказал Святой Силан, милость Божия не отнимает свободы. Бог присутствует независимо от того, любим мы его или нет. Бог не сверх-нарциссист, он дает нам возможность делать, что мы захотим, и он дает нам для этого свободу. И так же, как Христос ограничивал себя по своей воле, и он согласился на смерть. То, как Бог ведет себя как учитель, предполагает, чтобы мы задумались над отношением ученика и учителя. Самая важная любовь к своему врагу. мы живем в тех условиях, где все дети должны ходить в школу. И так, ограничивая этих детей, наше образование, это уже не вопрос выбора, а это факт. Но в соответствии со святым Силаном Бог никого ни к чему не принуждает. мы живем в мире, в мире преисполненного самолюбования, где Бога как бы даже и нет. Но то, в чем Святой Силан нам может дать совет, это следующее. Бог требует ничего не ограничивает нас, опирается на нашу свободу. Я знаю, что Толстой пытался нечто подобное привести в жизнь в России. Но есть такое место, это не институция, не институт, где мы могли бы привести этот принцип в жизнь. Это наша душа, наше сердце. Мы можем почувствовать свою свободу и стать свободными. Это очень трудное задание, но как родители, так и учителя мы должны заняться этим. В противном случае мы не сможем вести себя как люди свободные. Я бы здесь процитировал греческого теолога и психотерапевта Василия Термоса. Значит, внутренняя свобода это общая цель для Хан Сейвахем Маза надежда на будущее состоит в том, что мы будем, чтобы будущие поколения, подрастающие поколения всегда замечали нарциссизм. В контексте образования мы должны, опираясь на духовное наследие православной церкви, мы должны снабдить себя твердой теологической и этической мотивацией. это невозможно сделать за какой-то один урок, так как, например, мы можем изучить какой-то отрезок истории. Это определенный навык, который возможно усвоить лишь во взаимоотношении, общаясь с другими. И в этом есть парадокс, что учитель, который хочет быть успешен, должен смириться и с тем, что его ученик свободен. И мы надеемся, что наши старания в области образования не дадут пробиться нарциссизму, и если мы свободны, то мы сможем разорвать цепь нарциссизма, корруптивного нарциссизма в этом нашем мире. И наши ученики могут также стремиться к этому, если все общество свободно от нарциссизма. И так, как уже сказано, нарциссизм не должен пробиться к власти. святой Серафим стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся. Спасибо. Спасибо большое. Вы затронули очень важную тему. Я хочу спросить, как Вы видите новый тип лидерства, который может питаться? Что Вы думаете о православном подходе к образованию? Или об образовании, которое основано на Ваших пунктах? Могли бы Вы это прокомментировать? Большое спасибо за вопрос. Я говорил о мнении святого Силуана, о Боге как об учителе, который ничего нам не навязывает. Я это сделал очень абстрактно. И тогда я сказал, что для нас это вызов. потому что так часто получается, что наши образовательные программы навязывают, что на нашим детям. Дети приспосабливаются к этому, потому что они понимают, что они должны делать то, чего от них ожидают. и вся наша система создает проблемы с поведением нарциссистического характера, потому что дети делают то, чего мы просим, и тогда они получают признание, потому что делают то, о чем мы их просим. Дети не понимают, кто они, и они не понимают, кто мы. Это вызов, который мы не сможем решить за один день или за один час. Профессор Пападо здесь присутствует, он об этом мог бы рассказать гораздо подробнее. Этот вопрос остается, так же, как и прошлый выступающий говорил, что мы каждый день учимся и преодолеваем трудности. В двух словах могу сказать, что не образование, но маледукция обоих очень трудно перевести эти два понятия. То есть здесь есть разница. Вы вызубриваете что-то, что вас заставляет вызубрить. То есть дело не в преподавании, а в отношении. Например, когда мы посмотрим на Святого Силуана, Бог создал нас свободными, оставаясь Сам свободным. мы можем быть свободными от любого нарциссизма. Это значит, что преподаватели и дети и родители должны пытаться быть в этой свободе подобным Богу. Многие теологи говорят, что мы должны пытаться быть подобным образу Бога. Бог свободен, и когда Он создает по своему образу подобию, Он дает нам также свободу в качестве дара. И все это мы можем пережить только общаясь с другими, не из учебника. Мы должны это пройти в общении с окружающими. Но проблема в общении между ребенком и родителями ребенком и преподавателем это то, что, например, если вам попадает песок в рот, и если вы едите бутерброд, то это портит весь вкус бутерброда. И также тоже касается наших отношений. Они не свободны от наших ложных ожиданий в отношении других. Мы должны знать, кто мы сами. В древних писаниях сказано «Знай себя». Какое может быть решение? В православии это постоянное стремление. Постоянное становление стать лучше. И это поворачивает эту мысль наоборот. Многие люди думают «Я изменяю мир, я спасу мир, сейчас начну новую работу, новой работой заниматься, я знаю, что надо сделать, и там коллеги тоже знают, как поменять мир». Но палец показывает на себя самого, нужно найти свободу сначала в себе самом, и только после этого из вас начинает литься правильное управление вместе с этой свободой. в священникам священников. Часто критикуются амбициозность священников. Священник, говорят, должен быть свободен от амбиций. Мы, конечно, живем в мире, где люди подстрекаются на то, чтобы быть амбициозными. Я из Болгарии, и ваша страна похожа, мы бывшие страны социалистического блока, и нужно как-то пытаться подойти в разные группы, подходить в эти группы. И нам говорят в современном мире, что мы должны быть индивидами, которые должны сами решать проблемы в этом мире самостоятельно. Но теперь видно, что разные социумы должны адаптироваться. В Советском Союзе важен был коллектив, сейчас важен индивид. И мы все время подчеркиваем, что важно развитие индивиду, тогда, как в прошлом, мы хотели развиваться коллективно. А в православии это видение переходит в нашу жизнь, когда мы вышли из коммунизма и перешли в демократию. Конечно, об этом можно много говорить на нашей конференции. Я не могу ответить на этот вопрос, но я хочу знать, что вы об этом думаете. большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ